Няп-няп! Привет, дорогой друг! Сегодня я расскажу о Храме Льва. Пройдя его испытания, ты сможешь лучше понять механику взаимодействия стихий. Храм располагается на юго-востоке Долины Ветров. Оказавшись на месте, заходим внутрь и убираем первое испытание. Не беспокойся, если потерпишь неудачу. Не выходя из подземелья, ты можешь начать испытание заново, попутно накопив взрыв стихии. Приступим к испытанию элементом пар. В данном испытании необходимо вызвать взаимодействие элемента пира с гидро 15 раз, а также нанести 14 тысяч единиц урона. В результате происходит реакция пар. Она повышает урон на определенный процент. Стоит также учитывать, что реакция пар, вызванная гидроэлементом, наносит больше урон, 200 процентов, чем реакция, вызванная пироэлементом, 150 процентов. В награду за прохождение этого из следующих испытаний ты получишь два опыта искателя приключений 10 тысяч мора и две волшебные руды усиления. Перейдем к испытанию элементом тайне. В данном испытании необходимо вызвать взаимодействие элемента пира с крио 20 раз, а также нанести 24 тысячи единиц урона. В результате происходит реакция тайне. Она повышает урон на определенный процент. Стоит также учитывать, что реакция тайне, вызванная пироэлементом, наносит больше урон, 200 процентов, чем реакция, вызванная криоэлементом, 150 процентов. Испытание элементом перегрузка. В данном испытании необходимо вызвать взаимодействие элемента электро с пира 20 раз, а также нанести 15 тысяч единиц урона. В результате происходит реакция перегрузка. Она вызывает мощный взрыв, наносящий первый урон по площади. Испытание элементом суперпроводник. В данном испытании необходимо вызвать взаимодействие элемента электро с крио 20 раз, а также нанести 22 тысячи единиц урона. В результате происходит реакция суперпроводник. Она наносит крио урон по площади, а также значительно понижать физическое сопротивление противников, попавших под эту реакцию. Испытание элементом заряжен. В данном испытании необходимо вызвать взаимодействие элемента электро и гидро 20 раз, а также нанести 9000 единиц урона. В результате происходит реакция заряжен. Она наносит периодический урон противнику с этим статусом. Также противники со статусом заряжен могут быть током рядом стоящих противников со статусом мокрой, нанося электро урон. Испытание элементом заморозка. В данном испытании необходимо вызвать взаимодействие элемента криво с гидро 20 раз, а также заморозить 4 врагов за 4 секунды. В результате происходит реакция заморозка. Она полностью обездвиживает противника. Испытание элементом кристалл. В данном испытании необходимо вызвать взаимодействие элемента геоспера 8 раз и криво 8 раз, а также заблокирующий том 1500 единиц урона. В результате происходит реакция кристалла. Она создает осколки соответствующего элемента, которые дают персонажу щит, защищающий от этого элемента. Испытание элементом рассеивания. В данном испытании необходимо вызвать взаимодействие элемента анима спира или крио 20 раз, а также нанести 27 тысяч единиц урона. В результате происходит реакция рассеивания. Эта реакция может рассеять соответствующий элемент по большой площади, что может вызвать цепочку других элементальных реакций. Вот и все. Спасибо за просмотр. Подпишись на канал, напиши что-нибудь в комментариях, поставь лайк или дизлайк. Еще услышимся и пуйк в конце. Субтитры создавал DimaTorzok